А в Шемкенте людям удалось отстоять стадион. Власти хотели на его месте построить медцентр, но жители посчитали, что для него можно найти другой участок. Спустя месяцы этого противостояния людям удалось достучаться до Комитета по управлению земельными ресурсами. Проверка показала, землю под строительством медцентра отдали незаконно. Анастасия Новикова с подробностями. Больше двух гектаров земли в микрорайоне Козылжар стали предметом спора между жителями и властями. Люди так хотели отстоять единственный спорт-объект, что совершили почти чудо. Написали обращение в Министерство сельского хозяйства и в Комитет земельных ресурсов. По нашему обращению была проверка. Приезжал специалист с комитетом. Оказалось, что по генплану ничего кроме стадиона здесь быть не должно. Однако в Акимате настаивали, что микрорайону нужна поликлиника. В нарушении трех статей земельного кодекса и не учитывая требования градостроительной документации, а также вне торгов Акимарт города Шимкента принял постановление предоставить социально-предпринимательской корпорации Шимкент на праве аренды земельный участок площадью 2 гектара. Поэтому комитет, согласно действующего регламента, внес исковое заявление в судебный орган. Продолжать строительство медцентра, по словам главного госинспектора, компания не может. Уже сегодня стройку прекратили. Правда, как говорят охранники, лишь потому, что техника сломалась. В Акимате сегодня решили воздержаться от комментария. Да и вряд ли бы он что-то изменил. Ведь вместо стадиона здесь теперь уже котлован. Правда, на территорию объекта нам зайти не удалось. Кто будет восстанавливать поле, неизвестно. Но местные жители на власти особо и не надеются. Землю бы вернули.